Мы защитим защитников! Детина появится! Вперед! Смотрите, сейчас запад идет человек! Открыть ворота! Вперед! Вперед! Смотрите! Смотрите, человек, который прибежит с west! Я открываю двор! Давайте! Вперед! Смотрите! Так мне, значит, незачем здесь больше призывать эльфов, которые через полкарты идут ко мне. Хм... Что ты хочешь? Это ничего! Детина появится! Вперед! Вперед! Да! Я не буду забыть! Я готов! Пойдем! Вперед! Угу, они оттуда идут. Ну, давайте мы его персонажа отправим заниматься делами. Это твоя команда! Вперед! А эти тут и так справятся! Вперед! Самое главное, чтобы они мои башни не... Ой, тьфу, мои башни... Мои вот эти... Не трогали. Храмы. Скажем так. Вперед! Ах вы уебанище! Ах вы уебанище! Ах вы уебанище! Фор-ру-ру-ру-ру-у-у-у-у-у-у... Вперед! Ага, и железо. Оставим их тут пока. Ой, ой-ой-ой. На моем пути. Есть сервисы, что не голенькие бегают. Важная информация, конечно. Самое важное, чтобы мне их полечили хотя бы. Ага, и железо. Скоро, как крючок. Так, идите сюда. Так, вы тоже. Я вас поделю на армию. Раз армия. В армию. Я их даже почти в равной степени распределил. Ну что, самое время разговоры поразговаривать. А, и ты даже не хочешь разделить нашу участь? Добро пожаловать в Стан Обреченных. А, и ты тоже. Прости за мой ядовитый язык. Этот замок, могила, в которой мы все изгнием. Яйон, меня призвали следопытом. Зачем ты здесь? Мы с Таной как раз ехали по делам в темные земли, когда заехали пополнить запасы. Началась атака. Что произошло? Это был страшный удар. Они пришли с востока и заполонили все земли. Они начали крабкаться на стены. Во время первого нападения уничтожили внешнее укрепление Северный Бастион. С тех пор мы пытаемся здесь удержаться. Почему никто не пытается порваться на восток? Мы знаем только одно. Пытаться пройти по Змеиному Тракту, затея смертельная. Урия обещала подкрепление от Ордена, но никто так и не пришел. Знаешь, окрестные земли? Немного. Этот край граничит с северными и южными горами ветра и со стонущими холмами. О каких местах тебе рассказать? О северных горах ветра. Там расположен замок Каменная Твердыня, оплот дома Халид. У них в союзниках гномы из Виндхольма, что в южных горах ветра. В каждом поколении старшие сыновья правители заново скрепляют союзный договор. С дальних времен они сражаются вместе. Халиды – простой и честный народ. Не такие упрямые, как уртанцы, и не столь мрачные, как серые из Вульфгара. Так, северные горы – это же Нортандр. Вот. Что ты знаешь про окрестные земли? Немного. Этот край граничит с северными и южными... ...а южных горах ветром не расскажет. О, там находится оплот гномов Халид, Виндхольм – колыбель дружбы между людьми и гномами. Обитатели там суровые под стать земле, но если уж кто заслужит уважение гномов, тот получит самых верных и искренних друзей. В грудниках добывают иридии и лунное серебро. Испокон веков гномы защищают их от набегов дикорей с гор. О стонущих холмахах, скажи. Когда-то там стояла мощная крепость бронзовых ястребов. Они наблюдали за городом Файлдарк, который спит под этими землями по воле богов. Так было до призвания. Кому ведомо, что стало с ними? Крепость была разрушена во времена воин призвания, и сейчас это место проклято. Оттуда полчища неупокоенных начали расползаться по стране, ибо именно там находится единственный портал в Шелест, город мертвых. А, значит, мы в Шелест еще побываем. И да, остальные соколы, вспоминаем их сразу с третьей части. Как они там... которых я еще сравнивал со стеной из Игры Престолов. Что у тебя в руке? Ты про этот странный осколок? И не спрашивай. Умирающий человек, которому я пытался помочь, дал мне его. Он вернулся из Шелеста, где правят проклятые. Он прошептал, что осколок был частью большой картины из камня, мозаики смерти. Пока картина раздроблена, она не опасна, но если когда-нибудь мозаика будет собрана, откроются ворота в страну мертвых. Больше ничего не могу сказать, но если тебе прямо интересно, прошу, возьми этот осколок, я не хочу его хранить. И помни, о чем я предупреждал, если все фрагменты будут собраны, это навлечет ужасную опасность. Что у тебя в руке? Я-то думал, про арбалет речь идет. Да, ну ладно. Так, ну все, всех я чем-то занял. Рунный воин! Чтоб Самзаром не явился. Давай сюда, рассказывай, что ты знаешь. Позволь мне, расскажи мне, что ты знаешь. Я уверена, что у тебя есть куча захватывающих баек. Сейчас не время для баек. А жаль, я Тана, министрель из Верхнеземья. Расскажи мне о Верхнеземье. С радостью, Верхнеземье — богатая страна с плодородными землями. Ты разом позабудешь Североземье, как только окажешься у нас. Это будет сложновато это сделать. Да, границы закрыты. Не спрашивай, почему. Я знаю только, что дело в каком-то столкновении на Востоке. Ну и несколько местных свар тоже имеют место. Нам сказали, что границы откроются не скоро. Может даже не в этом году. Так, мистер торговец. Чем ты торгуешь? Ты свитками торгуешь. Они мне нужны, вот эти швитки? Ага. О, мистер камень. Что привело тебя сюда? Хочешь погибнуть вместе с нами? Нет. Нет, я здесь, чтобы сражаться с вами, друг, и победить. Тогда ты еще глупее, чем кажешься. Уничтожить одного мертвеца, на его место придут тысячи. Они несут смерть, и смерть питает их. Останет день, когда они перебьют всех живых. Надежда остается всегда. Кто ты, рыцарь? Я Турган, кузнец и оружейник этой крепости. Почему ты в таком отчаянии, Турган? Потому что мы сидим здесь и ждем, как овцы перед бойней. Посмотри на этих славных парней. К следующему месяцу все они будут мертвы, или даже что похуже. Мне надоела эта бессмысленная игра, но Урия держит нас здесь, как пленников. Дурак, я не хочу скинуть навек, как все здесь. Нет. С другой стороны, ты, судя по всему, только и ждешь случая пролить кровь. Хочешь совет, как продать свою жизнь подороже? И как же? Когда ты сражаешься с ними, они слушаются своих предводителей. Найди того, кто командует. У каждого отряда в каждой армии есть командир. До тех пор, пока он продолжает сражаться, бой не может закончиться, и новые твари будут присоединяться к армии. Они беспощадны. Но если ты убьешь их командира, их сила иссякнет. Это единственный способ. Он, видимо, проник армии. Мозги у тебя вроде есть. Может, ты правда сможешь выбраться из этой бойни. Но в случае, если ты когда-нибудь вернешься в тень, прошу тебя об услуге. Передай это письмо Тонаре Швие, но не открывай его. Оно не предназначено для твоих глаз. Хорошо, я запомню. Однако случится это не скоро. В спешке нет, это всего лишь... Иди же! Тебе предстоит легкая работа. Швие. Ну, передадим. Швие, швие. Флинг Маквинтер. Ого, а сколько здесь бизонов-то ходит. Ух. Элен, у нас уже есть тысяча еды. Элен у нас новый кандидат. Да. Ты, друг, иди пока сюда. Так, следующее, что у нас? Как целитель выглядит? Ага. Два целителя. Пять целителей. Создаем немного гномов для разнообразия. Ух, я думал, сейчас на меня эта армия будет наступать. Увидел такой большой оранжевый сгусток. Элэнс Блэссинг. Ну вот, новичок. Надеюсь, тебе легче полагать, чем с здешними зазнайками, метящими в героя. Эти люди защищают тебя ценой собственной жизни. Потрясающе. Этого нам и не хватало. Солнения тебе не занимать. Представлю, звать Флинг Маквинтер. Я путешествую. Во всяком случае, очень хотел бы. Что такому типу, как ты, понадобилось в этой крепости? Опа. И откуда я знал, что ты об этом спросишь? Может, потому что я неплохо разбираюсь в людях, в отличие от тебя? У меня тоже есть свой подход к людям, и несколько безотказных способов заставить их замолчать, если ты понимаешь, о чем я. Прелестно. Чего понадобится? Чего-то подобного я и ожидал. Что касается твоего вопроса, я разыскиваю кое-кого. Касса проезжал мимо, когда началась первая атака. Кого именно ты ищешь? Своего старого товарища по делам. Кассия Деммера. Если вдруг встретишь его или то, что от него осталось, дай мне знать. Ну хорошо, ты кажешь, дружище. Так, все, у нас появились к ламинке. Аж 25 их, а там 19. Пять целителей. Три героя. Один герой. Три целителя. Дж committee следы заставили. Девчонки 22 все уже массовые еды. С miten температура Islands сейчас мы ликировку сделаем и бычную. Пополним эту сторону. Да! Ух. Что, Бизон сопротивлялся? Да. Да. Угу, 23. О, еще один мистер торговец. Что это? Защита 80. Ну, я даже носить это могу. Белое. Одеяние духовного когтя. Белая магия 11. Ужас. О, ледяной шлем. Уровень 23 нужен. М-да. Сейчас. Ужас. 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 Сейчас всякого мусора накидаем я. Так, ну пока хватит, ладно? Значит, ты продаешь хороший доспех. У меня есть тоже хороший. Но я его одену с следующего уровня. Защита 8, сила 10, ловкость 10. Угу. По сути, он типа лучше. Я его даже сейчас могу одеть. 21 золотой он стоит. Ужас. Слишком много, мне кажется. Знаете, я лучше нагнула в каких-нибудь улучшениях пылью, а? Эх, колдунишка. Мистер колдунишка. Значит, тебе я и правда продам некоторые свои колдунские штуки. Которые мне не особо сейчас нужны. Так, чё ещё ты хочешь? Кольца пока оставлю, наверное. Вот, 5 золотых на фарме ваш. Целитель Зари. Маг Зари. О, сундук, который я чуть не пропустил. Этот сундук запечатан серебряными ремнями, а спереди висит серебряный замок. Ясно. Понавешают тут всякой. Вон, ещё сундук вижу. Здрасте, здрасте. Что это у нас тут такое? Защитник. Лунное серебро для него нужно. Великое оружение. Ха. Строить я их не могу, потому что я не могу строить малый и средний штаб. Смешно, смешно. О, вот это тоже интересно. Ну-ка, ну-ка. За лунного серебра. О, малый штаб, огнище. Не лунного серебра, а огнище. Свиноферма, да ладно, неужели? Неужели? Вот это да, вот это мы наподбирали. Во имя Ордена, приветствую тебя, надеюсь, ты поможешь нам. Какой помощь вы нуждаетесь? Неупокоенные осаждают нас уже давно, пока они оставались за стенами, мы могли держаться. Но несколько дней назад им удалось прорваться в крепость через один из секретных ходов. Это был настоящий кошмар. Как вообще неупокоенные нам удалось проникнуть в крепость? В давние времена гномы прокопали секретные ходы, чтобы использовать их на случай отступления. Лишь немногие знают об их существовании. Метвицы могли найти их случайно? Исключено. Ведь это гномья работа. Должно быть, кто-то из крепости рассказал им, метвицам. Мы закрыли все входы и выставили часовых, но пока среди нас находится предатель, нам не будет покоя. Если подозреваемые? Нет. Нет, скорее всего, это кто-то из магов или командующих. Я сообщу, если найду какие-нибудь зацепки. Ни хрена себе. То есть приходит он к такой мертвецам, который вообще не алло, и говорит, типа, ну, вы можете здесь пройти. Они такие, блин, типа, спасибо, чувак. На тебе там денег, взятку. Что во имя ущелья и брега ты здесь делаешь? Мой путь лежит с запада. Орден послал меня. Руна сражается за Орден? Что ж, приветствую тебя. Я Урия, комендант этой крепости. Боюсь, вы не сможете больше удерживать вашу крепость, комендант. Я знаю, они продолжают атаковать. На месте одного убитого появляется трое новых. Как будто бескрайний серый океан бьется о наши стены. Люди устали, поражение лишь вопрос времени, но, умоляю тебя, не говори моим людям о том, что у нас не осталось надежды. Я ищу Хакана Ашира. Гореть ему вечно в пламени бреги горы. Это его войска напали на нас. Но, по словам Марсина, он мертв. Точно, так и есть. Собственная магия его и прикончила. Но могущественнейший некромант эпохи не может просто так умереть. Его дух, наверное, остался среди живых. Даже после смерти он командует своими солдатами. Он разыскивает кое-что, что было украдено из его дворца, бесценную для него вещь, маску Белиала. Это ключ к его силе и защите от вести заклятых индуш. На ее поиске он послал Коршала к столу, а однако одного из сильнейших своих слуг он возглавляет нежить по ту сторону стен. Так вот, почему мертвецы нападают. Они езжут маску. Да, именно в маске причина этой резни. Хм, Белиал это же... этот... бог смерти из готики. Лол. Я пойду на переговоры с Хокканом. В своем ли ты уме? Только Хоккан может помочь нам. Другая армия еще сильнее этой, надвигается на нас в Урия. Мне надо поговорить с Хокканом. До этого тебе нужно отправиться далеко на восток, в Шелест, город мертвых. Но даже если ты доберешься туда, тебе никогда не договориться с Хокканом. Он был магом круга. Ты не найдешь там ничего, кроме насмешек и ужасной смерти. Если только... Если что? Если ты не доставишь ему маску Белиала, за нее он отдаст все, что угодно. Что-то он говорит. Ничего нету. Угу. Мерло... Мерло... Мерло, я видел. Класс. Так. Как не добраться до Шелеста? Боорт находится далеко на востоке, за остынущими холмами, а на пути армия Кошера. Полчащие мертвецов. Даже богам не приходилось видеть так много неупокоенных. Что происходит? Поверь мне, тебе предстоит кровавая битва. Даже для того, чтобы просто выбраться из этой крепости, тебе понадобится мощный военный отряд. Таких я еще не видел, какие-то... Но чтобы победить армию мертвецов, тебе необходимо убить их предводителя, Зихара, вот здесь, в долине Супрака. Армия неупокоенных использует старую систему пещер под змеиным трактом, который является единственным путем на восток. Если ты хочешь прорваться, то сначала надо отбить и удерживать четыре входа в пещеры. Или же тебе придется столкнуться с такими полчищами мертвых, что даже объединенные армии всех королев не справятся с ними. Займи входы в пещеры, это ключ к победе. Хранить. И не пытайся уничтожить их лагерь, это бессмысленно. Магия древних руин так сильна, что все еще придает силы каждому новому неупокоенному. Только когда их предводитель Зихар будет повержен, ужасу придет конец. Дай мне знать, когда подготовишься к этой операции. Я всегда готов выпустить тебя за ворота. Ну, нихрена себе. А как бы мне заполучить маску Белиала? Не смеши меня даже неупокоенным призраком, а Хакана не удалось сделать этого. А как же ты хочешь добыть ее? Хидростью, с норовкой и с твоей помощью Урия. Хм, ты нравишься мне, воин. Что ж, слушай внимательно. Когда маску достали из могилы Хакана, она сломалась на две части. Мерзвецы думают, что одна из частей находится в нашей крепости. Они ищут некроманта по имени Меликор. А где мне найти Меликора? Он где-то в темных землях уехал из крепости еще до начала осады и больше не возвращался. Никто не знает точно, где он. Но даже если ты найдешь часть, принадлежащую Меликору, тебе придется сразиться с Коршером. Ему уже удалось завладеть второй половиной. Так, ясно, пока не надо открывать ворота. Мы еще походим по воюям. Хм. Причем, походим мы, наверное, именно вот этой армией. Какие гномы у нас там боевые. Все никак не успокоятся. Так, как выяснилось, вам нужна не эта штука. Друзья мои, но почему вы числитесь у меня? Сейчас посмотрим, что они начнут делать. Ага, они ничего не начинают делать. Понятно. Так. Давайте начнем с малого штаба. Увеличим приток наш по народу. Начнем с добычного серебра. Сыстры, защить себя. Я не буду уничтожить. Поехали. 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 Да, это, конечно, дурацкая идея. Настолько, насколько это возможно, как я люблю говорить. Ну, попробуем. Под моим чутким предводительством должно все получиться. Дурацкая идея. До бывшего. До бывшего. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сейчас с этой стороны еще уничтожим что-нибудь, но время, конечно, поджимать начинает, но надеюсь, что мы успеем что-нибудь сделать. А, на свиноферме он один работает, вот оно что. Тогда давайте еще свиноферму. Ужас, еще можно гномов-работников, например. Призывать куда еще-то мне. Я еще эльфов могу на призывать, ааа, безумие. Ну, там есть, конечно, что подобывать там. Что ты хочешь? Это хорошо работа, если ты можешь это получить. Я слушаю. Все, застроим свинофермами. Три, четыре, пять. Отлично. Сейчас построим еще пять этих. На моем команде. Пятьдесят шесть. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Последний штаб. Холодники. Холодники. Синопермы. Строятся активно. Все, не знаю, за что у вас, друзья мои, больше запарить. Я жду пока эфийчик мне наделают. Вперед. Теперь. 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 Вперед. У нас и так его две тысячи, конечно. Нам бы лунного серебра пока только побольше. Вперед. 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 Сейчас вот здесь еще уничтожим. О, как раз лунное серебро здесь меня дожидается. Что-то большое они отряд, конечно, какой-то послали. Ну ладно. Каждый раз их подгинывать надо, потому что они вот сейчас убивают одного, остальные перестают идти. Блин, а кто там в контаче мне спамит? Блин, не, лучше надо я играю, ведь важный. Вперед. 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 Да че в эпиццы бегали там. Блин, а ж на миг. Теперь ты заставишь нормально сраться, но когда этот бардак уже прекратится, пусть невозможно. Давай пока на разведку посмотрим, что здесь еще есть. Даже целитель пьет, чё-то воспалил, кушал, так, сюда нет смысла идти. И сюда, ясно, ну на этом можно и закончить получается. Вернем всю банду назад, так, вам дадим задание на где, где, где она, пожалуйста, найдись. Ну вот, да, на гильдию охотников я им хотел заказать. Блять, тут железо, ну ладно. И на этом, собственно, мы закончим. Так что увидимся в следующей серии, всем спасибо за просмотр, всем пока и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok